Добрый день, уважаемые коллеги. Рада приветствовать всех на нашем вебинаре. Давайте потихоньку начинать. Давайте я представлюсь. Меня зовут Кудряшова Анастасия. Я работаю консультантом-аналитиком 1С компании Кадерлайн. Вначале хочу рассказать вам план сегодняшнего вебинара. Во-первых, мне хотелось бы осветить непосредственно сами стандарты МСВО, что это такое. Затем мы поговорим о преимуществах формирования отчетности по МСВО в системе 1С перед электронными таблицами. Далее мы рассмотрим две модели подготовки отчетности, трансформационную и транзакционную. И после этого мы попробуем сформировать консолидированный отчет МСВО непосредственно в системе. И в конце, соответственно, вы сможете задать все свои вопросы. Итак, учет по МСВО. МСВО – это международные стандарты финансовой отчетности. Это перечень документов и стандартов, регламентирующих правила составления финансовой отчетности, необходимы внешним пользователям для принятия решений в отношении деятельности компании. МСВО применяют крупные компании с участием иностранного капитала или заемных средств, планирующие выход на внешние рынки, а также банки, страховые компании, иностранные инвесторы, компании, представленные на фондовых рынках. МСВО, как бухгалтерская и налоговая отчетность, включает баланс, отчет о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств и капитала. Однако, в отличие от регламентированной отчетности, основывается на общих рекомендациях, а не на жестко регламентированных правилах. Главная задача МСВО – показать реальную картину о финансовом состоянии компании. Давайте рассмотрим, с какой целью компании внедряют учет по МСВО. Значит, во-первых, с 2012 года ведение МСВО стало обязательным требованием к банкам, кредитным организациям, страховым компаниям и другим предприятиям, если их ценные бумаги представлены на фондовых биржах. Также отчетность по международным стандартам часто требуется при заключении договора с зарубежными партнерами или поставщиками, как подтверждение благонадежности и платежеспособности компании. МСВО помогает оценить стоимость и ликвидность предприятия, например, при слиянии компании. Также МСВО позволяет видеть реальную дебиторскую и кредиторскую задолженность с учетом сроков оплаты. Например, в МСВО дебиторская задолженность возникает на дату заключения договора или осуществления расчетов, тогда как в РСБУ дебиторская задолженность отражается на дату реализации продукции. Внедрение МСВО позволяет упорядочить и упростить сбор данных, которые часто ведутся в разных файлах и программах. Но, несмотря на очевидные преимущества, компании не всегда готовы переходить на ведение учета по международным стандартам, и это вызвано рядом причин, которые мы сейчас рассмотрим. Ну, во-первых, отсутствие специалиста по ведению МСВО в штате компании. Этот сотрудник должен не только хорошо знать общие принципы, но и суметь создать собственные отчеты по цели компании. Отсутствие единых регламентов. Поскольку международная отчетность – это свод правил, а не готовая инструкция к действию, каждая компания выстраивает отчетность с учетом своей специфики. Также низкий уровень подготовки специалистов по МСВО. Чаще всего специалистами по МСВО являются выходцы из крупных аудиторских или консалтинговых компаний. Ну, и неготовность компании к временным и финансовым затратам на внедрение МСВО. Сейчас на слайде мы видим блок МСВО в системе 1С управления холдингом. Как мы видим, здесь представлено множество инструментов для работы с МСВО. Да, здесь у нас и блок внеоборотных активов, и финансовые инструменты, резервы, консолидации и так далее. Значит, в 1С управление холдингом является, на мой взгляд, наиболее удобным решением для автоматизации МСВО и позволяет формировать консолидированную отчетность и настроить интеграцию со сторонними учетными системами, что позволяет формировать отчеты путем запроса и обработки данных из нижних баз, а не их ввода. Преимущества формирования отчетности по МСВО в системе 1С перед электронными таблицами. В таблице на слайде я постаралась наглядно представить все преимущества. Значит, во-первых, в электронных таблицах, в отличие от системы, отсутствуют классификаторы, либо список их крайне ограничен, и его приходится постоянно обновлять при введении новых аналитик, что может повлечь за собой ошибки при заполнении файлов. В программе предусмотрены справочники аналитик, используемые для классификации и группировки информации в том виде, который необходим для цели отчетности. Их заполнение и обновление производится единожды и не требует много времени. Также в программе имеются документы по МСВО, формирующие проводки на регистрах, что исключает необходимость проведения корректировок вручную. Шаблоны трансформационных корректировок также отсутствуют в электронных таблицах, а в системе они присутствуют и позволяют автоматизировать расчет типовых операций. Отчет trial balance или по-русски оборотно-сальдовая ведомость на плане счетов МСФО после трансляции в системе 11, в отличие от электронных таблиц, позволяет произвести расшифровку до аналитик, который в дальнейшем необходим для подготовки примечаний по МСФО. Поскольку на основании этого отчета готовится весь комплект отчетности по МСФО, включая все примечания, очень важно сохранить консистентность данных. Попозже мы попробуем с вами сформировать и рассмотреть данный отчет в системе, и вы сможете сами убедиться, насколько это удобно. Также в системе предусмотрены шаблоны типовых корректировок, которые формируют документы корректировок автоматически на основании учетных документов, что очень удобно. Благодаря тому, что в программе документы формируют проводку корректировок согласно настроенным шаблонам, то при повторе корректировок прошлых периодов, при трансформации, система автоматически проводит все корректировки за прошлый период, что позволяет пользователю сэкономить огромное количество времени и избежать возможных ошибок, а также упрощает процесс аудита отчетности. В случае внесения изменений в одну из электронных таблиц необходимо также внести изменения в весь комплект файлов для подготовки отчетности, так как многие таблицы связаны друг с другом сложными формулами. В случае ошибки возможна потеря связи и, как следствие, ошибочная отчетность. В программе не требуется вносить изменения во все источники данных. Единожды вносится исправление в источник данных, и после этого перепроводятся все документы, и программа автоматически обновляет данные во всех формах. Работа с электронными таблицами также затрудняется тем, что файлы, как правило, очень тяжелые, их много, особенно если в холдинге большое количество компаний, что позволяет сделать вывод, что это увеличивает время и трудозатраты заказчика для подготовки комплекта отчетности в электронных таблицах. Итак, переходим к следующему вопросу. Это выбор модели для подготовки отчетности. Существует две модели для подготовки отчетности по МСФО трансформационной и транзакционной. Независимо от того, какой вариант выберет пользователь, исходные данные для отчетности загружаются из внешних систем или из подсистемы бухгалтерии, интегрированной с нашей системы. При транзакционной модели учета в систему загружаются непосредственно проводки, то есть данные поступают в виде корреспонденции счетов. В случае выбора трансформационной модели загружается непосредственно оборотно-сальдовая ведомость по РСБУ. При этом к ней готовятся необходимые расшифровки со всеми аналитиками, которые потребуются в дальнейшем для подготовки отчетности по МСФО и примечаний к ней. Далее необходимо провести процедуру с целью довести данные РСБУ до данных МСФО. Это внесение корректировок, проведение документов. При выборе метода трансформации есть возможность как использования шаблонов для настройки трансформационных корректировок, так и документов параллельного учета, как и при транзакционной модели. Учет ведется в специальных регистрах, а при проведении документов формируются соответствующие корректировки между данными РСБУ и МСФО. Обращаю ваше внимание, что в 1С в правлении холдингом применимы оба подготовки отчетности. Для холдинга в большей мере применим трансформационный подход. Транзакционный подход может быть применим для ограниченного числа организаций, ведущих свою деятельность в системе управления холдингом. Обычно компании, которые готовят консолидированную отчетность по МСФО, используют несколько программных продуктов. Например, у удаленных дочерних компаний, материнская компания которых находится в Москве, учет может ввестись в одном программном продукте. А в материнской компании происходит только консолидация данных по холдингу в целом. В таком случае удобно использовать трансформационную модель и собирать с удаленных компаний, особенно если они используют разные программные продукты, нет единого плана счетов, то собирать данные через ФСД. Это формы сбора данных. Далее уже производить консолидационные поправки и составлять консолидированную отчетность. В случае использования единого программного продукта я рекомендовала бы свой выбор отдать в пользу транзакционной модели. В любом случае итоговый выбор модели остается за конечным пользователем и зависит от многих факторов, которые наглядно представлены в таблице на слайде. Такие как количество компаний в организации, различия в плане счетов и перегруженность аналитикой, периодичность подготовки отчетности. Все эти факторы напрямую влияют на итоговый выбор модели и как результат сам процесс подготовки отчетности. В результате выбора модели и сбора данных мы получаем оборотно-сальдовую ведомость аналитическую. Почему ее называют аналитической? Потому что данные в ней можно расшифровать по всем аналитикам, что позволит нам в дальнейшем подготовить отчетность и примечания по МСФО. Далее необходимо консолидировать всю отчетность, полученную в системе, наложить элиминационные поправки, такие как исключение ВКО, исключение нереализованной прибыли. Затем провести консолидационные поправки, такие как метод долевого участия, если в организационной структуре присутствуют ассоциированные компании. Осуществляется метод полной консолидации, если в группе есть дочерние компании. Далее на основании полученных данных и сделанных корректировок в системе формируется консолидированная оборотно-сальдовая ведомость по МСФО, которая позволяет подготовить непосредственно формы отчетности по МСФО. Итак, на слайде представлены основные формы отчетности по МСФО. Давайте рассмотрим их. Хочу обратить внимание, что все эти формы уже хранятся в методологической модели, зашиты в системе 1С управления холдингом. Итак, первый главный отчет, да, это отчет о финансовом положении. Значит, он отражает активы и обязательства компании на отчетную дату. Отчет о прибылях и убытках отражает финансовый результат деятельности по различным источникам получения доходов. Отчет об изменении в собственном капитале отражает информацию об изменении собственного капитала компании. Отчет о денежных потоках за период отражает финансовые потоки в разрезе видов деятельности компании. Ну и различные примечания. Итак, перейдем к последнему вопросу, который я хотела бы осветить в рамках нашего вебинара. Это консолидация. Сложение элементов финансовой отчетности – это финальный шаг в общей последовательности подготовки консолидированной отчетности. Функционал консолидации отчетности в управлении холдингом является одной из ключевых особенностей программы. Функция консолидации поддерживает сложные периметры групп, которые могут включать косвенное, перекрестное или кольцевое владение дочерними компаниями. В программе автоматизирован расчет гудвила, неконтрольных долей, исключение инвестиций и капитала, а также расчет трансляционного резерва. Программа поддерживает как полную консолидацию, так и консолидацию ассоциированных и совместно контролируемых предприятий по методу долевого участия. Использование типовой методологии, которая заложена в программный продукт, позволяет избежать сложности пересчета неконтролируемых долей и изменений в капитале при частичном выкупе долей, когда изменяется статус владения компании. Например, компания перешла из ассоциированной в статус дочерней или компания совсем выбыла из периметра группы. По итогам формирования индивидуальной отчетности и сбора всех элиминаций по элиминирующей компании, консолидация в управлении холдингом производится с помощью нажатия одной кнопки. И сейчас я хотела бы вам продемонстрировать это непосредственно в системе управления холдингом. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Сейчас я проверю. Все отлично, хорошо. Тогда давайте еще раз я как бы воспроизведу все это. Значит, смотрите, мы создаем экземпляр отчета, указываем вид отчета, да, соответствующий, что это оборотно-сальдовая ведомость по МСФО аналитическое, да, выбираем отчетный период, выбираем организационную единицу. Это обязательно должна быть консолидирующая единица, да, то есть когда мы настраиваем периметр, то туда мы заводим консолидирующую организацию, на которую мы все это потом будем собирать. Вот. Сейчас у меня выходит ошибка, потому что данный экземпляр уже существует. Я его сейчас просто вот открою, он пустой, да, у нас будет, и мы сейчас его заполним. То есть если бы его не было, у нас сформировался вот такой вот пустой экземпляр отчета. Далее мы переходим на вкладочку «Консолидировать» и просто нажимаем кнопку заполнить отчет. Таким образом, вот у нас подтягиваются все данные, да, по всем организациям периметра, ну и, соответственно, за определенный период, который мы выбрали при настройках экземпляра отчета. Значит, какие могут быть источники данных, да, для заполнения консолидационного экземпляра отчета? Это могут быть данные по МСФО, сформированные из РСБУ на индивидуальном уровне, транзакционной модели. Такие же данные, сформированные на индивидуальном уровне, в трансформационной модели, то есть это пакет ФСД форм сбора данных, да. Это могут быть готовые данные по МСФО, предоставленные бизнес-единицами. И данные по олиминации ВГО. Значит, я хотела бы вам еще показать, да, вот то, о чем я говорила, почему отчет называется аналитическим, да, потому что мы можем провалиться и расшифровать каждую цифру, да, то есть вот, например, мы провалимся в этот показатель и видим, что этот показатель у нас пришел, да, вот он как бы от одной организации, мы видим, что это организация номер 4, метод консолидации – это дочернее предприятие, соответственно, 100%, да. И далее мы можем из этой расшифровки провалиться непосредственно в сам отчет, да, то есть мы видим, что это был у нас отчет по организации номер 4, да, за этот же период. Вот эта цифра у нас, соответственно, подтянулась в консолидационный отчет. Вот. Коллеги, ну, наверное, это все, да, что я хотела вам сегодня рассказать и показать. Жду ваши вопросы. К нам присоединилась моя коллега, руководитель отдела внедрения в Натенко Елена, которая также готова ответить на все ваши вопросы. Пишите, пожалуйста, если они есть, там остались, будем отвечать. Так, ну, смотрите, вопрос, да, какие объекты аналитики МСФУ отличаются от объектов аналитики российского бухгалтерского учета? Ну, собственно говоря, да, мы можем сделать, чтобы они различались, ну, как бы это, да, естественно, то есть имеется в виду, что разный план счетов по-разному он строится и различные у нас с вами субконты, то есть аналитика, да, мы можем настроить, чтобы аналитика была отличная. Так, коллеги, по второму вопросу покажите, пожалуйста, как настраивается периметр консолидации и правила элиминирования. Ну, смотрите, на самом деле достаточно объемный вопрос, да, я думаю, что в рамках сегодняшнего вебинара мы его не сможем осветить, да, показать. Вот, но я знаю, вот Елена мне не даст ошибиться, да, у нас готовится вебинар как раз по ВГО, вот, и я думаю, что на нем как раз все эти вопросы будут более подробно освещены. Да, коллеги, действительно у нас готовится еще отдельный вебинар, более углубленным по МСФО и консолидации. Предлагаю, вот какие вопросы вас сейчас волнуют, вот, например, вопросы, которые сейчас вы описали, мы обязательно их включим в следующий вебинар, чтобы подготовить и показать вот эти вот вопросы. Если есть у вас еще какие-то вопросы, которые необходимо мне преднастроить, примеры, то напишите, мы обязательно внесем в наш вебинар. Можете сейчас, можете подумать и написать дополнительно. Про таблицу, да, есть таблица, мы можем с вами при настройке, да, посмотреть, каким образом сочетаются, да, относятся российский бухгалтерский учет РСБУ и МСФО. Сейчас Анастасия, можешь показать или так прям исходу не получится? Сходу, наверное, да, я сейчас так не готова. Сейчас я попробую найти, что там. Значит, по вопросу, обязательно ли вести бухгалтерский учет в фирме, которая ведет учет по МСФО. Вы имеете в виду в той же системе? Если в той же системе, то нет, не обязательно, да, я об этом говорила. Да, вот по этому вопросу, то есть мы можем вести не обязательно РСБУ, да, там, это может быть в других странах, да, Украина, Казахстан, сейчас используют управление холдингом для формирования МСФО. То есть, собственно говоря, нет, мы обязательно вести РСБУ в управление холдингом. Можно получать данные из внешних систем, как вот я рассказывал, что можно получать в виде таблиц данных, да, можно оборотно-свальдовые ведомства получать, а можно получать непосредственно информацию про водками. Это все настраивается. Так, и вот вопрос еще. Покажите, пожалуйста, настройку вида отчета ОСВМ и СФОМ. Так, ну вот если видно, да, мой экран, значит, ну, естественно, и значит, нам необходимо создать вид бланк отчета, да, то есть здесь мы вводим наименование, экземпляр отчета и вводим остатки оборотов по счетам. Вот. Далее формируем бланк отчета непосредственно. Это оборотно-свальдовая ведомость, которая вводится по, ну, конкретно, там, организации. То есть дальше на основании вот этих вот ведомостей, соответственно, у нас формируется консолидационный отчет. Вопрос в показателях, как настроено получение из источников. Имеется в виду это в самом отчете, да, каким образом получается? Ну, если мы говорим про консолидационный отчет, а, если мы говорим про оборотно-сальдовую ведомость, да, то у нас, ну, вот, остатки оборотов по счетам. Либо мы подгружаем, если мы ведем в системе, либо мы подгружаем уже, как бы, готовые отчеты с этими остатками. Про вопрос. Контролирующие органы требуют сдачи отчетности БУ, если фирма ведет учет по МСФО. Да, естественно. То есть введение учета по МСФО не освобождает вас от введения учета по, ну, бухгалтерского, да. То есть вы должны параллельно. То есть МСФО применяется в основном в качестве управленческого, да, часто используют как бы как управленческое, да, для сдачи, вот, руководство для принятия каких-то решений. Вот. Ну, либо вот, как я уже говорила, да, некоторые организации обязывают ввести отчетность эту. Вот. Либо иностранные инвесторы, да, поскольку у них отчетность международная, им по нашим бухгалтерским отчетам, им сложно понять состояние фирмы, поэтому, соответственно, требуют отчетность перевести в вид международных стандартов. Елена, наверное, вопрос к тебе. Вот расскажите об опыте внедрения, какие были сложности, в чем, можешь поделиться? Ты у нас более опытный специалист. Коллеги, ну, самая большая сложность, это как раз непосредственно в самой методологии. То есть очень сложно внедрять, когда не разработана методология у заказчика, да, и приходится ее на коленке делать. Это вот самое сложное. Дальше, если по именно технической стороне, не по организационной, а по технической стороне, то сложно, когда у нас валюты отличаются, когда у нас РСБУ ведется в рублях, а МСФО ведется в долларах. Там, ну, может это не совсем корректно говорить, но система несколько сыра вот в этом случае, да. Дальше сложно, когда спрашивает заказчик, что ему необходимо видеть каждый документ, как он оттранслирован, именно вот он сам, из документа трансляции попасть в первичный документ. Здесь тоже требуется, ну, несколько, да, требуются доработки, потому что не напрямую это все формируется тоже, вот здесь есть сложности. Ну, по большому счету, это каждый раз очень индивидуально. Все сложности индивидуально, по большому счету. Так сложно сказать, что, ну, есть такие взрыватые моменты, но они с каждым релизом отрабатываются больше и больше. Сейчас вот вышла новая версия 3.1 управления холдингом. Там функциональность значительно расширена в определенных случаях. Ну, собственно говоря, в чем там расширение? Можно формировать онлайн-провод КМСФО по произвольным источникам данных, то есть по регистрам сведений, по регистрам накопления, по каким-то произвольным запросам. Раньше этого не было, сейчас сделали, и я думаю, вот этот вопрос сложности вот в данной части снимается. Расчет себестоимости всегда непростой, да, тоже он вызывает вопросы. Сложно сказать, это такое очень индивидуальное. Для холдингов 20 организаций. Но смотрите, смотря, что порекомендовать. Здесь что можно порекомендовать? В зависимости от того, что вы хотите. Вы хотите более быстро и эффектно внедрить формирование отчетности, или вам необходимо сделать учет, ну, то есть мы же все понимаем, да, что учет и отчетность – это разные вещи. Если мы хотим собрать просто отчетность по группе компаний, то, конечно, проще всего собирать ее таблицами, да. Собрали, загрузили таблицы из внешних систем и собрали нашу отчетность. Это быстрее всего. Но это не учет, это именно отчетность. Если мы хотим с вами вести учет, то тогда, конечно, нам необходимо использование проводок. Но это сложнее, дольше, требует больше затрат. Вот, собственно говоря, то есть все, опять же, зависит от цели, что вы хотите сделать, что хотите получить. Коллеги, спасибо большое за участие в вебинаре, за то, что пришли, нашли время. Надеюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok